О криминогенной обстановке в городе доложил заместитель начальника полиции Андрей Раб. По линии общественного порядка к административной ответственности привлечено 138 нарушителей. За превышение скорости поплатили 60 водителей, 13 сели за руль пьяными. На штрафстоянку эвакуировано 60 транспортных средств. Зафиксировано три случая реализации алкогольной продукции, по каждому нарушению составлены протоколы. В рамках детского закона 1539 проведено 105 рейдовых мероприятий. Выявлено и передано родителям шесть несовершеннолетних, находившихся без присмотра после 22 часов. В городе-курорте проверили 76 иностранных граждан, восемь привлекли к административной ответственности. Двоих граждан Узбекистана оштрафовали и вынесли решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Задачи на неделю и под постоянный контроль поставила заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко. Проверки в сфере торговли пройдут на этой неделе. Особенное внимание специалисты уделят придорожной торговле и стихийной на улице Краснозеленых. О творческих успехах Анапчан доложила заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова. За неделю творческие коллективы приняли участие в пяти значимых конкурсах профессионального мастерства. 21 октября во Владикавказе прошел пятый Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В состав краевой делегации вошла старшая группа образцового эстрадного вокально-хореографического ансамбля «Друзья», народный ансамбль песни «Забава» городского театра. По итогам фестиваля конкурса творческая программа «Кубани» заняла второе место, уступив пальму первенства Ростовской области. Отличились анапчане и на спортивном олимпии. Баскетбольная команда привезла две победы, и в Новосибирске 11 атлетов анапчан показали блестящие результаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова